Из присутствующих только сёстры были на последних занятиях Сергея Павловича, который вёл предыдущие занятия, нет. Но по записям Угарина Ивана мы определили, что закончили 18-й стих 3-й главы послания апостола Павла Кримена. Значит, читаем с 19-го стиха. 3-я глава, 19-й, 20-й стихи. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним, пред Богом, никакая плоть, ибо законом познаётся грех. Вот стих такой, два стиха. Вот первый раз, когда прочитал, какие у тебя мысли были от этого стиха? Что закон как раз он и есть, потому что люди, живущие без закона, то есть живущие не по... Изначально, ну то есть закон, изначально, как известно, он записан в совести человека. А когда человек согрешил, то и совесть его поморчена была. И тогда уже под последующим потомком нужен был и письменный закон. Не только устный закон, но и письменный закон. И он уже был явлен человеком законным миром. По тексту так читаем ещё раз. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит с настоящим подзаконом. То есть закон уже... Вот как раз и слова-то, только что сказаны, они подтверждаются этими словами Священного Писания. Нет. Что закон именно для тех, которые подзаконны. А подзаконны они стали тогда, когда нарушен был изначальный закон. Закон, данный Богу, Богом, данный в раю Адаму и Еву. И Еве. Адаму и Еве. А как это понять? Вот приблизительно на сегодняшний день принятие законов и как оно влияет? Можно как-то аналогию провести, чтобы ближе стало понятнее? Тут надо помнить, что послание к римлянам это самое ненавистное послание у мусульман и у многих еретиков. Ну тут следующие слова. Так что под законом, так что заграждается всякий устай, весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Почему? Ну еще существует выражение в миру, если человек не знает закона и преступил закон, не зная его, то он не освобождается от наказания, от вины. То есть он становится все равно виновен. И он будет наказан за преступление этого закона. И подлежит осуждению. Поэтому некоторые говорят, когда говоришь о Боге, да говорят, да мы жили вот в советское время, не было ничего, никакого слуха не было, и мы, значит, не знали этого, и поэтому мы не виноваты. Однако это не так, потому что мы знаем, что и небеса проповедуют славу Божию, и все сущее, что есть в человеке, сам человек, и вокруг человека все существующее, оно свидетельствует о Боге. И законы, они даны априоле, то есть изначально. И незнание этих законов, божественных законов, тоже не освобождает от ответственности перед законом. Да, брат? Ну, я хотел дополнить, сказать, что это стих, когда, ну, прочтешь его сразу первое, сразу кажется, а Господь не по силам дал человеку данное бремя. Из книжек-то кто положил тряпки? Закона. Спокойное наслаждение, и в тряпки можно приводить. Сейчас даже рука это делает. Ну, я сейчас это подняла с пола и повесила. Я дай его, брат, слышу, на книге. Ну, туда просто, на книге, сюда. Проложай, брат. Правда, говорит, что Господь дал это, как бы, бремя, не по сильное человеку. Закон. Получается, не по сильное бремя. Раз делами закона никто не освобождается, а выполнить их невозможно, а знать надо закон, то, получается, все должны быть и грамотными, и исполнителями одновременно этих законов. И все равно это не спасает. А Моисей исполнял законы или нет, сам-то, законодатель? Ну, вначале-то откуда он знал? Он ничего же не знал. Когда принял закон. А когда принял, куда ему деваться? Придется исполнять теперь. Но если никто не исполнял, говоришь, не по сильный, то и для него не по сильный? Или для одного человека все же по сильным был? Нет, я говорю, вообще, когда читаешь вначале, думаешь, не по сильно Бог дает. Ну, а, конечно, исполняли. Как и Яков, брат Господень был праведный, первый епископ Иерусалима, тоже, говорят, все исполнил. Ну, судя по его смерти, наверное, исполнил. Ирина Ивановна? Ну, наш основной законодатель, это Господь Бог. Он создал закон для человека. Он, грубо говоря, он вмещает 10 заповедей. И все, что, и какие отклонения от этих заповедей, отклонения, то есть неисполнение этих заповедей, это уже является грехом. Вот. А грех, как мы знаем, значит, любой грех наказуем. То есть это смерть души, и, то есть человек несет за это наказание божественное, там, какие-то скорби или еще что-то. А по словам закон, ты что понимаешь, вот это 10 заповедей или еще что-то? Ну, они, в принципе, все это и включают, 10 заповедей. Далеко нет. Цифру надо запомнить, сколько было заповедей. 631. Это не одна, не две. Ему надо было все знать, на какую скамейку сесть. Бывали там жена кровоточивая. Это в закон ходило. Какого армия? Непорочного. Это все в законе было дано. И поэтому с такой скрупулезностью стоит исполнить, чтобы нигде заквасного хлеба не съесть. Светильники вовремя, нигде не захолоть, только в одном месте. Этих предписаний всего, они считают, это столько в человеческом организме, там, костей, они к чему-то применяли это. Это Моисеев закон, а Господь-то Иисус Христос, Он как бы упростил уже. Если бы только решила о нравственном законе, достаточно было бы исполнить. Решила еще о церемониальный закон, как принести жертвенный закон. Предписание прям настоящее. Телица должна быть сожжена, ее пепел развеян, но телица, телка, если бы не было сказано, что она рыжая. А вот теперь целая собирает, как отдельные симпозиумы. Решает, телку привезли, теперь все осматривают. Хоть одна волосинка найдена белая, бракуется. В Америку вызвали раввинов, они прилетели, трех телок осматривали, и ни одной волосинки не нашли. Но специально вывели генетически чистых, для сожжения, для окропления. И поэтому, как только все это было подготовлено, говорит, мешах может прийти, мешах. Все. А тихость придет, нужна телка, телка мешала на пути еще. Это нам кажется просто. Не просто, как Филипп еще говорил. Не просто. Это совсем, милостивый государь, не просто. Не так все это просто. И выполнить никто его не может. Вот сакраментальная фраза как раз в этом и заключается. И весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. А почему? Потому что законом познается грех. Не зная закона, ты как вроде и не грешен. А как ты узнал, что написано вот в этом законе, написано вот это. А, я вот это вот сделал, значит я уже виновен. Вот он ел с удовольствием человек. Кому не приятно. Я думаю, это у меня был бы хлеб хороший дома. И молоко деревенское. И мед. Я бы никогда ничего не просил. Все, для меня достаточно. Молоко и мед обещаны, потечет в обитованной стране. И вот мед нашел один человек, поел и просветлели его глаза. Он не знал, что с утра вступил в силу еще один закон, установленный его родным отцом. И отец сказал, до вечера кто-нибудь только поез, умрет. И на эту петлю поймал сатана. Утром не было закона. А он в это время воевал, даже не знал. Но он уже попал. Незнание закона его не освободило от наказания. Но наказание было столь ужасно. А человек в этот день был непревзойденным героем, через которого Бог даровал освобождение от чизны. Это не Александр Матросов. И златоуст говорит, дьявол ловко накидывает одну петлю за другую. Сначала накидывает ее на Саула. Ты должен умереть. И тут же сатана накидывает на народ. А народ говорит, на фану ли умирать? Не дадим и клянемся, не отдадим. Вот уже две клятвы на противоположную друг другу. Не будем есть и пить, пока не умрем. Вот тут он теперь начал их душить. А что? Отказаться можно было от клятвы. Потому что жизнь дороже. Лучше бы Ида нарушил клятву, чем убить пророка. Вот сколько всего. А Господь как освободил это? Клятвы не надо давать. Вот это очень просто. Ко мне кто-то приходит и... Ну время уже позднее. Оставайся. Да я не могу, я обещал, я приду. Да зачем же ты обещал? Потеряю в купре? Нет, я уже... Ну завтра свободный день. Нет, я уже обещал, что там дочь меня ждет или ребенок. Да зачем же ты обещал-то? Зачем вы петлю за петлей себе на ноги, на глаза накидываете-то? Никогда не обещай. А как? А разве можно, если Господу будет угодно, живы будем? Заметь, какие оговорки придумали для нас святые отцы. Ну и Иаков это говорит. Никогда не обещай ничего. Посмотрим, как Бог даст. Или если Богу угодно. Эти слова в народе, вот это все-таки существует такое памятование. Это я обещаю, я твердо обещаю. Что-то обещать можешь, когда дыхание в ноздрях тебе не принадлежит. Я хотел еще сказать, это как раз очень к нашей встрече подходит. Как раз. И я хотел вопрос задать в связи с этим. Что-то мы много говорили, а самое главное, к чему мы подошли-то? К встрече на уровне научения, ну друг друга будем, ладно, говорить. Мы так и не приблизились. А они-то не знали, что такое рабочая группа. Вы там написали, все. Но вы же не расписали всего тематики работы. А тематика работы такая, что священники и те, кто желают боговествовать там с ними, или они там кого выберут, эти семинаристы, они должны присутствовать на таких своеобразных тематических занятиях, упражнениях. Правильно? Будет разбираться досконально, как мы поедем, о чем будем говорить с людьми. Начало всех виновников милиции вызывал вызвать священников на ковер. Нет, это самое начало. Тогда мы можем двигаться. И помните, когда в 2003 году епископ Евтихий, вот здесь, так он и тогда даже не понял, и сейчас-то я так и не понимаю до сих пор, когда он тут меня представлял, как я благовествую-то, топтался сюда, и тогда тут поругались как-то. А, как раз дьяконом этого поставили, Сашу. Как раз в этот день все это было. И он-то так и не понял, о чем мы говорили. А мы ведь об этом сегодняшнем и говорили. Пускай сначала хоть в одной деревне нас примут, как просто братьев православных, из православной общины. И все. То есть мы приехали, священник вышел, братья его благовествуют. Пожалуйста, милости просим, даже пускай не приглашают на чай. Только еретиками не называют, раскольниками. Вот это мы и увидим совсем в скорости. Сбудется это или не сбудется? Уже это-то легко оповестить будет. Вот сейчас, совсем скоро уже начнется благовестие. Когда определяетесь вы? Ну в мае, наверное, уже можно будет поехать-то? В июне, пока мы туда приедем. Я уже написал им. А, в июне вы? 15 июня. Когда приедем в лагерь, откроем лагерь и оттуда двигаться нам оттуда надо. Туда мы за это время перебросим все, что требуется. Какая палатка, с чем обогреваться. А отсюда для пробования не съездить никуда? Нет, ничего не будет. Всего уже указывается, потеряете мы, начинаем. Мы можем двинуться в совершенно другом направлении. Я батюшке когда сказал, вопрос не задавайте мне. Здесь я никому не обязан отвечать. Когда они приедут, я скажу, и внутреннего распорядка, правила требуют, как говорится, телефоны сдать. Ни один не будет звонить. Положите их, заблокируйте. Никто не будет звонить. Только один человек, один раз в день, будет выходить на связь. Как Штирлиц. Чтобы никто не знал, где мы находимся. Настолько я им... Как Каддафи. А? Как Каддафи. Каддафи. Никогда. Потому что настолько я им не доверяю, что они там под ним весь район перехватывать будут. Они что угодно сделают на горах, как епископ Фаретрия златоуста ловил. Аминь. Поэтому если мы поедем, никто не будет знать, только один человек. И один раз будем в эфир выходить. Они замучаются ловить нас. С ними же я сотрудничаю, и я им доверять не могу. Почему? Я уже охарактеризовал. Патриархия это ложь. Вот сейчас они все... Сегодня у них стояние. Какое молитвенное стояние по всей стране, что начались гонения на них. У него гонения. Сначала миллиарды отдайте эти, где наворовали. Гонения на них. Да какие гонения? Девчонки там ногами потряслили. Не, не, ты не знаешь просто. Это не просто девчонки. Это в газетах, везде. Там такое поношение. В каких церквах, где забегали, в алтарях мочились. Да с этого все началось. Я вам говорю. Это уже раньше. Началось с этого все. Ну я в интернете смотрю, ты просто не знаешь. Вот. Ну, надо знать. И я сижу сегодня за словом и говорю, Господи, да слава тебе. Мое состояние такое, что ты услышал, наконец-то. Конечно. И они непробиваемые. И мне выставляют, а что вы скажете об этом человеке? Я не люблю, когда вот так тайно играете. Вы укажите. Я не буду вскрывать, пока не скажете. Александр Невзоров. Я написал. Антихрист. Какой ответ? Это самый настоящий антихрист. Он кощунствует над всем. Но он вышел. И он сейчас пакостит ужасно. И он именно нужен для этого часа. И Бог его берег. На него и покушение, говорит, было. Еще только не было. И он издевается, кощунствует над всем. Прямо даже страшно. Я о нем лучшего мнения был. Но он нужен. Я считаю, что это чуть ли не моя молитва достигла Бога. Сколько лет гнали меня, лгали. И вот Бог их приводит в чувства. Везде пролезли. Там и в милицию, силовые структуры. Они отовсюду побегут. Их вылапливать, я говорю, вас будут. Колотушками бить и резать. Потому что рано или поздно вы должны возмездие получить. Всех гнали. Вот мы приезжаем. Село большое. Бабушки сидят. Мы подошли. А у нас уже были, приезжали. А кто у вас сдал? Да вот какие-то были. Тут раздавали. Тоже раздавали. Да. Ну покажите еще. Да у нас нету. Мы сдали. Председатель сельсовета послал. Батюшка ему сказал. Председатель сельсовета послал посыльных. И они собрали. Уже не поступили. Эти брошюрки. Я говорю, ну у кого-то есть. Да тут одна не отдала Матриона. У нее есть. Эта Матриона засеменила домой. Я во дворе жду. Она вынесла. Баптистский совет церквей. Отделенная. Я прочитал. Это хорошие. И они бесплатно давали. Конечно бесплатно. Они хорошие. Но они баптистские. Тут не против православных. Нету. Ничего нету. Почему собирали-то? Батюшка из района успел пронюхать. Сельсовет нажал на него. И они уже собирают. Вот за это вы тоже ответите. Вам баптисты помогают. Это они дают людям чистое словесное молоко. О Боге. О Христе. О Библии. Выносят одну брошюрку. Вторую. Третью. Они в простом, доступном тоне таком написаны. Я ничего не нашел. Я говорю, баптистские брошюрки очень хорошие. Баптисты не враги вам здесь. Вот за это они тоже ответят. За то, что мы давали Евангелие, они обрвали их. Жгли. Вы ответите за это. Но когда я не знал. Я считаю, что сейчас Икс наступает для них. Так что я молюсь о другом. Я тоже. Они говорят, настояние перед Богом. И я вышел перед Богом. Стал. Благодарю, что услышал Господи. Вразуми их. Я не прошу гонения. Но они пришли. Я прошу вразумления. Вразумления через гонения очень часто бывают. У меня молитва сегодня особенная. Я поперек патриарших молитв поставил. Благодарю Тебя, Господи, что наконец-то началось. Двинулся, процесс пошел. Как Михаил Сергеевич говорил. Еще можно как раз к этому хотел добавить, что в 1905 году типа такого же что-то было. Даже, может быть, это было с большим государственным размахом. Потому что тогда освободили все, были наложены разные прещения. И на старобрядцев, и на штундистов. И все, все это Конституцией размяли. Но даже этого на уровне целого государства, на уровне законов не хватило, чтобы через 12 лет пришло наказание для церкви. Хотя там сильно потрудились они. Ну так же, согласитесь. В то время фотографий мало было. И когда вышел указ о вероотерпимости, с любым вероисповеданием, то огромные храмы, просто огромные, я в них был, старобрядческие, они были опечатаны властями. И там, значит, ризы, алтари, книги, все. И вот они их распечатали и фотографируют. Там, знаете, вот какой-то есть такой фильм. Вот, арестован он был, как вот Монте-Кристо, граф. И она одна сидит за столом, и все эти свадебные приборы, и все паутина, 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 и как шатром. И у старобрядцев точно так же было. Пауки. Сколько там лет? 70, 80 закрыты были алтари. Кому они мешали? Это природные русские православные, которые за обряд стоят в тысячу раз крепче, чем за Библию. Но они так понимают. Такое православие принесли из Греции. Это греки нас наградили таким православием. Но они дали истинное рукоположение и таинство. Вот что самое главное. И старобрядцы это соблюдали. За что их так гнали? Ужасно гнали. Люди предполагали, что настолько это страшно, что собирались отдельно в храмах, молились, и в храмах лежала солома, чтобы поджечь сами себя. И дальше в отчетах дают. Идут воины. Воины идут. Запираются. Не подходите с оржом, начинает стучать прикладами. Не подходите с подожжом, кричат им через решетку. А те начинают ломиться. Все, поджигаем, молятся. И сожигавшиеся 400 человек. Женами с детьми. В одном месте. Точно так же. Огромный храм. Идут воины. Куда прятаться? Куда прятаться-то? Только в храме. Это защита Божия. Приходят, начинают ломать. А одного на крышу поставили. Стрелять будем? Он кричит, стрелять будут. Вон передаточное звено. Начинают ломаться. 1100 человек сожигавшиеся. Сожигавшиеся. Ведь эти костры пылали по всем местам, где находились люди, держащиеся правой старой веры. Они держали так, как Сергей Радонежский. И вот наступила часть возмездия. И зарубежная церковь это осознала где-то там в 2001 году. И покаяние перед старообрядцами. Может зато у нас эти гонения постигли в 17-м, что мы гнали вас, но мы не гнали за границей. Простите нас, братья, мы умильно просим. Вон, к истинному православию, там, за подписями. Эти ничего не покаялись, потому что это сталинско-бережская закваска в них. Это сергианство. Это дух лжи. Дух предательства. В мировой истории не было, чтобы церковь, или та структура, которая называет церковью, отказалась от своих мучеников. Мученики были славой церкви. Здесь кого бы не арестовали, эти, которые попой остались, вот эти вот, которые, они сразу, да это он за политику, нет. Радости власти советской, это наши радости. Горькие радости. Сладкие плоды. Горькие плоды сладкого плена, Зоя писала. Крахмальникова. Вот теперь этот час может настать. А в чем будет? Да не в чем. А власти кто? Конкретно, кто? Гайдар, те свое дело сделали, они ушли. Примаков, это все уже прошлое отработанное. Кто? Горбачев? Его нету, ему 81-й год. Который у власти, там самолеты готовы бежать отсюда. Вчера мы один ролик смотрели, сидит еврей и объясняет, а заголовок сделает, послушайте, что этот губошлеп говорит. И еврей объясняет, бей жидов, спасай Россию. И он объясняет, главный жид. Теперь, тут говорит, не конкретно бить, с каких жидов, с кого начинать. Бьют всегда предводители о главном. Но главный это жид для христиан кто? Христос. Родство-то устанавливается по матери. Кто у него мать? Мария жидовка. Но кого вы бить-то будете? В первую очередь, теперь иконы в каждом храме. Вы должны ломать и жид. Так, патриоты, слушайте внимательно, а то не выполните план. И дальше начинает разъяснять. Главное, жид сидит и объясняет, кого нам надо гнать. И думаешь, он-то, этот самый жид, еврей-то, в шляпе сидит-то, он правее всех этих патриотов. Этот губошлёп, он кого назвали-то. А он с бородой, окладистый такой, в шляпе, разъясняет. Но он разъясняет правильно. И теперь, какие евреи были, апостолы. Вы не забывайте всех апостолов переколотить. Ну, их нету, хоть икону порубите, пожгите. Православные патриоты. Вам же гнать надо. А сколько святых-то было? И дальше перечисляет. Кто они, евреи? А, я и забыл, что, ну, главное, что жиды-то вам Библию дали. Вы не забудьте сжечь её. Потому что жидовское здесь всё. Жидовское, то есть еврейское. Патриоты вы патриоты. Он говорит, а дальше вы хотите выполнять, решить еврейский вопрос. Так вы учитесь у главного учителя. А Адольф такой был в Германии. К 1939 году он в Германии закончил. А там всего-то было, говорит, один миллион. А в Польше три миллиона. И та часть, которая к ним отошла, они сразу решают вначале вопрос. Три миллиона, в Польше погибло евреев-то. Жиды ещё где-то остались живые. Ловите их скорее. А теперь Польша. Германия принесла покаяние. Репарации там все эти выплатили, сколько надо, говорит, было. Кого гнали? Ты. Одно из передовых государств. А в Польше по сегодняшний день гонят евреев. И теперь что? Вот эти 22 тысячи офицеров расстреляли. Теперь погибает премьер-министр, которые тут летят. И дальше у них ничего никогда не будет. И показывают они по статистике на одном из последних мест в мире. Почему? Потому что они гонят жидов. Жида трогать нельзя. Я же это. Он объясняет всё как следует-то. Я ещё раз говорю. Евреев не трогайте. Это закваска, которую Бог оставил. Он не прав. Он не прав. Но он от Бога. Ты его можешь только благословлять. Проклинающий его проклят будет. Ты хочешь быть проклятым. Дети восстанут против тебя. Жена будет изменять. На работе ты будешь ложные анализы давать. Ты молись только за них. Благослови их, Господи. Это племя Авраама. Обрати их на путь спасения. Другого не дано нам. И вот это от них патриотов. Я их как... Не знаю, как боюсь. Близко даже не подходил бы. Какие это патриоты? Патриоты это те, которые любят Небесное Отечество. А значит и Авраама. Да Авраам-то был кто? Из кого? Из Халдей. Он Халдей. А от него-то дальше идут эти... Научитесь реально рассуждать. Да, брат. Ну и как раз я к тому-то и подошёл, что надо заповеди-то все исполнять в конечном итоге. Но не только благовестие. Благовестие, само собой, это как венец всего уже, я считаю. Так до благовестия дойти надо. А мы не просто заповеди нарушаются сейчас в храмах божьих. Заповеди. Там элементарщина простая. Просто человека погрузить троекратно. Ну какая там заповедь-то? Ну помыться каждый любит. Нет, погоди. Вот и начинают наслаивать свои этим заповедь на заповедь. Правило на правило. Он споткнулся, тут немного, там немного споткнулся, упал и ничего не исполнил. Носы порасквасили. Вот как бы нам вот так с ними-то разговор построить, чтобы они всё это осознали? А как? И тихонько бы сели за стол и учились. Далее говорит, да не уклонится сердце моё для извинения дел греховных. Это один стих такой есть. Не надо защищать, его надо обнаружить. Гноящуюся рану не надо зато, вот говорит, губкой растирать гной. Его надо вырезать. А давайте закроем с новой страницы. У него ни одного слова нету из Евангелия. Так он и не сказал ни одного слова. Он и ни разу не сказал, он и не может сказать. Почему? Он не знает его. Но внутри душа его говорит, да так. Я, говорит, не хотел сказать, а встал и заступился. Он не хотел бы. А ничего не может сделать. Душа. Душа просит света. Не для этого ли часа я ждал, что наконец-то я услышу. И ты видел, он сидел, говорит, напротив, смотрел на его глаза, говоришь, как он. Ну, мы блаженны у Бога. Не все. Например, Александр тот спал. Вообще никакой, да. Спал. Ну, не то, что спал. У него своё было. Он внимательно слушал. Но спал. Да. Внимательно слушал, но спал. А вот секретарь, какой он был на первой встрече, что-то тут говорил, усмыхался, ухмылялся, что-то, он такие улыбочки. Вот у него лицо было совсем другое. И однозначно я могу сказать, что он начал усматривать Слово Божье. И вот ту историю, которая происходит на его глазах, он эту связь уловил. Это я точно могу тебе сказать. Особенно, когда про секретаря епархии было сказано, он встрепенулся. И я думаю, что он подумает об этом в конечном итоге. Может быть, впервые за всю его жизнь безбожную в священниках он осознал, что Библия-то связана с ним напрямую. Мы увидели воочию Слово Божье живо и действует. Аминь. А кто из вас слышал? О нём говорят. У него пятеро или семеро, ребятишек? Ой-ой-ой. Я слышал. Слышал, мы не знаем. У меня был на неделе один человек, который священников этих знает, и знает его дочку старшую. И говорит, она очень хорошая у него. Везде, где какие-то сборы, благотворительность, она везде первая, говорит, там, везде помогает. Вот, видишь, он благословен, в детях выходит. Так её надо пригласить сюда, чтобы она здесь научилась своему разуму. Да, надо просто молиться, и где-то нас Господь, чтобы вывел на молодёжь к ним. Молодой Господи. Сложного водиться. Чтобы Абрашкина просарапал. Да, Нина. Я видела ещё ранее, на встрече, вот, когда мы в прошлый раз были ещё, когда Евтихий был. И отец Сергий, когда про книги речь зашла, он говорит, я всё не читал, но отдельно выборочные места читал. И хочу сказать, что, а ведь там правильно написано. Он ещё тогда уже это отметил при Евтихии. Он сказал, после первой встречи, когда здесь был, один был. И когда пришли туда, где два епископа были, он говорит, вот я был, и знаете, сколько разговаривал, всё правильно. То есть у него какой-то... Продолжение следует...